Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой Николая Слепцов, у микрофона ведущей Серглана Антонова. 24 мая в России и славянских государствах отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник был возрождён в нашей стране в 1986 году, а пятью годами позже ему был присвоен статус государственного. В День памяти святых Кирилла и Мефодия торжественные мероприятия проходят обычно во всех регионах России. Не стало исключением и наша республика. Праздничные концерты, выставки, классные часы уже с начала недели проводятся во всех улусах и городах Якутии. Вот уже почти четыре века мы, якутяне, говорим на великом русском языке. И он объединяет все народы, которые проживают на территории нашего северного края. «Русская песня — это русская история», — говорил Максим Горький. И действительно, русская народная песня раскрывает самые глубинные чувства и характер народа. Итак, сегодня в программе мы будем говорить об уникальности народных традиций, их сохранении в современном мире, а также о программе «Декады», которая приурочена Дню славянской письменности и культуры нашей республики. Итак, настало время представить наших гостей. Это председатель Ассоциации Ассамблеи народов республики и председатель русской общины Якутии Александр Григорьевич Подголовов. Добрый день. Здравствуйте. И руководитель народного хора «Русская песня «Раздолье. Отличник культуры республики» Мирослава Станиславовна Пигур. Здравствуйте. Здравствуйте. А также участники ансамбля, с которыми мы непременно познакомимся во время нашей передачи. Я вас всех приветствую. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах ТЭТИМ «Саха-Радио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, Александр Григорьевич, первый вопрос. Хотела, конечно, бы задать вам, что есть на сегодня общественное объединение «Русская община нашей республики». По каким основным направлениям строится ее работа? Ну, наша общественная организация «Русская община республики Саха-Якутия» среди национально-культурных объединений является самым старейшим. Вот. Уже только после того уже стали создаваться другие национально-культурные объединения. Ну и самым главным всегда для нашей организации была эта пропаганда и популяризация русской культуры. И, естественно, мы пытаемся популяризировать русский язык, традиции, обычаи. Мы принимаем участие не только в культурной жизни республики, но мы принимаем и в политической, и в экономической, и в социальной. Поэтому у нас разносторонние, так скажем, векторы действия. Но в основном, конечно, мы занимаемся больше традицией и культурой русского народа, сохранением и популяризацией, я бы даже сказал, пропагандой русского языка и культуры. Хорошо. Кроме того, у нас в республике был создан союз славянских общин. Вот какова цель этой организации? Вообще в чем суть? Ну, вот, к сожалению, после вот этого ковидного года мы стали гораздо реже встречаться. Но самое главное было это объединение всех славянских общин для того, чтобы отмечать и популяризировать вообще русский мир, который объединяет нас в республике, выходить на другие регионы. Это главная цель. Но пока мы, скажем так, находимся еще в зародыше. Чтобы что-то такое серьезное, хорошее сказать про какие-то достижения нашего союза, к сожалению, я буду честен, сказать еще не могу. Ну, стараемся, потому что, по большому счету, у нас активных таких вот славянских, это ямщики, государьевы, да, и мы. А вот остальные у нас не очень активны, к сожалению. Поэтому я думаю, что у нас есть будущее. Развиваться дальше. Показать свою активность. Белорусы, украинцы, поляки, сербы, казаки, ну вот мы надеемся, что они как-то активизируются. Пока вот только мечтаем об этом. Хорошо. Как вы сказали, одна из задач, это популяризация русского языка и культуры. И, насколько я знаю, вы реализовали ряд грантов президента Российской Федерации. Расскажите вот о них, пожалуйста. Я знаю, что были сказки русского устья, русский поэтический календарь и так далее. Ну, вот этот сказки русского устья, он стал очень популярным. У нас буквально эти книги выхватывали, нам даже предлагали там большие деньги за эту книгу, потому что оказалось, что мы издали их очень мало. И вот буквально в прошлом году якутский, то есть северо-восточный федеральный университет, хотел по старинке назвать, кафедра русского языка, они даже переиздали вот эту книгу «Сказки русского устья». Поэтому это как раз и говорит о том, что мы идем по правильному пути. Следующее, то, что мы выиграли грант президента России, это был русский поэтический календарь. Это каждый месяц мы посвящали какому-то русскому поэту. И в течение года, даже было и по два поэта, мы практически и со взрослыми, и с детьми, и в школах, и в детских садах, и с пенсионерами, и с политиками, и с кем. Вот, кстати, тут я хочу большое спасибо сказать вот этому коллективу. Значит, у нас был июнь месяц, да, Вознесенский. А, Евтушенко. Да, Евтушенко. И, а я же отвечаю как бы за общее кураторство. И они должны были спеть песню. Вот я с Мирославой поговорил, и я заболел ковидом. То есть, был исключен из... И я думал сейчас, да. И я думал, что мы Евтушенко провалим. И до какой степени мне было потом приятно, когда я уже пришел в себя, и за реанимацию меня перевели, и у меня прям слезы стояли в глазах. И я слушал эту песню. Бежит река. Бежит река. Именно записанную на видео. И был такой мини-концерт на стихи Евтушенко. Его исполняли разные ансамбли, и люди читали стихи нашей республики. Вот это как один из примеров. Потом, очень здорово, здесь у нас, когда мы узнали, когда мы... Кстати, сегодня, еще и завтра, еще и день рождения русского поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. И у нас тоже был ему посвящен май месяц, и в который читали стихи известные люди. И мы узнали, что он был в Якутске, и именно здесь, в Якутске, он принял решение стать поэтом. И мы тоже выиграли такой грант. Но когда мы стали разбираться, и уже написали, что дом этот напротив мэрии... 14. И мы, да, и мы уже все, уже все заказали, уже бронзовый билд, все. А пришли, а он, оказывается, его построили в 62-м году, а он здесь был в 59-м. То есть он не мог быть в этом доме. И получилось, что мы сейчас уже ищем этот дом. Все-таки где же находился этот книжный магазин, где он купил эту книгу Боротынского, которую он прочитал и стал поэтом. Ну и еще один грант президента, уже не президента, а главы республики, это мы пошли по пути дальнейшему, опять же, развитию детской заинтересованности. Мы назвали русско-якутский детский альманах. И каждый месяц мы теперь стали один русский писатель, а другой якутский. Но у нас очень много там было именно, я бы так сказал, советских писателей. Например, братья Даниловы. И там очень много было интересных случаев. Об этом можно как раз минут 30 рассказывать, и тогда они не споют. Ну это, на самом деле, мы развиваем. И сейчас мы написали тоже гранты. Ждем, как мы выиграем. Именно уже, которые касаются истории больше. Ну посмотрим, как. Ну так мы каждый год выигрываем, какие-то гранты обязательно. Я знаю, что Ваша община несколько лет проводит фестиваль-конкурс «На крыльях стерха и жар птицы». Очень интересное название, во-первых. А во-вторых, я знаю, что он проводится с осени, и как раз-таки итоги подводятся в День славянской письменности и культуры. Да, это была идея совета. Три года назад мы делали сперва в январе-феврале, а потом поняли, что есть день же, 24 мая, и перенесли. И вот второй год будем именно подводить итоги. Ну, итоги уже подведены. Завтра озвучим. И гала-концерт. Там надо сразу отметить, что у нас там 7 номинаций. И первое, это, конечно же, русская песня, русский танец, потом русская поэзия. Это может любой участок, кто пишет стихи. Русская проза. Тоже любые якутяне. Мы только берем якутян. Там это из Кемерово или там с Владивостока мы не принимаем. Только должна еще и прописка быть, что ты в Якутии живешь. Вот, потом актерское мастерство. И учитель школы русского языка и литературы. И преподаватель русского языка и литературы в вузах и СУЗах. Вот тут надо сказать, что вот у нас очень строгое жюри проза и поэзия. У нас, например, там бывает, что они присуждают гран-при. Не в поэзии и не в прозе. Поэтому очень... И говорят, мы не можем ронять уровень. Если у нас там какой-то был очень такой поэт хороший, то после уже ниже нельзя. То же самое очень серьезно подходит и русская песня. У нас очень серьезно. И вот как раз вот этот ансамбль любимый, они в 21-м году, не потому что они спели Евтушайлка. Абсолютно не спели. Нет, я, кстати, ни в одно жюри не вхожу. Потому что я сижу, и мне все нравятся, и я всех готов. Потому что, ну, хорошо же поют. Всех готов наградить, да? И они как раз стали обладателями гран-при. Очень интересно. Мирослава Станиславовна, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями вот об этом дне, когда вы стали лауреатами. Ну, для нас это было неожиданно. Мы участвовали в конкурсе, ну, на общих, так сказать, основаниях, да? Было много коллективов. И когда объявили, что гран-при у нас, нам было очень приятно. Мы пели песню о России, конечно. И вот с тех пор мы обладатели гран-при. Это почетное звание. Да. Но я думаю, что и сегодня, накануне Дня славянской письменности и культуры, вы нам тоже подарите свои песни, поделитесь своим творчеством. Да, конечно, мы попробуем. Что может быть лучше России? Попробуем? Давайте. Послушаем эту песню. Что может быть лучше России? Черему цвету, как снегу. И речке, что лентой у синей Лежит на зеленом лугу. Спросите ее в ручьи весенней, Где ночью не спит золовей. Что может быть лучше России? Единственной песни моей. Что может быть лучше России? Когда ни грустя, ни оков, По утренней громке России сталь, Мальчишка бежит босиком. Спросите у белой березы, У ясного неба над ней. Что может быть лучше России? Любви безграничной моей. Что может быть лучше России? Когда на сентябрьском метру В малиновой краске осенних Роняет листву поутру. Спросите у туч под небесы, У желтых созревших полей. Что может быть лучше России? Родимой отчизной моей. Что может быть лучше России? Когда в январе поначал, Над белой равниною зимы клей, Возящие звезды молчат. Спросите об этом у дома, Где мать ждет всегда сыровей. Что может быть лучше России? Судьбы и надежды моей. Спросите об этом у дома, Где мать ждет всегда сыровей. Что может быть лучше России? Судьбы и надежды моей. И заканчивая, может быть, По поводу нашего фестиваля конкурса, Мне хочется пригласить всех гаражан города, Всех любителей русского языка И русской культуры. Завтра Дом дружбы народов. В 18.30 будет гала-концерт В нашем фестивале конкурса, Где будут объявлены победители, И будут выступать русские ансамбли, Солисты, артисты, штицы, Своих стихов. Поэтому приглашаем всех завтра В Дом дружбы народов имени Кулаковского, В 18.30. Большой зал. Возвращаясь теперь непосредственно К самому празднику, Который мы будем отмечать завтра, Почему создание славянской письменности Отмечается как государственный праздник? В чем значимость? Здесь надо вспомнить, Как раз завтра будет 1160 лет, Когда Мефодий и Кирилл В 1863 году В городе Плиска Объявили о создании Славянского алфавита. Именно этих два, А я даже их не знаю как святых, Потом по будущим, Именно, в общем-то, Они сделали очень много Для славянских народов. И отсюда, естественно, Церковь, к сожалению, Только через тысячу лет, В 1863 году, Сказали, что, Канонизировали, Что нужно этих людей, Мефодий и Кирилл, Надо вспоминать, Прославлять то, Что они сделали для славян. А вы сами же понимаете, Письменность, Это же одна из главных основ Вообще, как бы, Идентичности и основы любого народа. Поэтому, естественно, И русские, И другие народы Этот праздник сделали государственным. Поэтому, Я думаю, Что мы еще до конца Не осознаем и не понимаем, По-моему, Сейчас как раз время и показывать, Что мы-то, Наша страна сильны тем, Что мы Отставим свою идентичность, Отставим свои Традиции, Свои обычаи. Вот именно поэтому Такие праздники, Как завтрашний, Завтрашний, Они должны быть официальными. И они должны справляться Наряду с Днем России. Потому что это, В первую очередь, День языка. День культуры. Но язык сегодня еще остается И объектом геополитики. Конечно, да. Давайте поговорим О тех мероприятиях, Которые проходят на неделе И которые только в планах еще. Ну, Сарклана, Вы уже практически все это сказали, да? То, что во всех городах, Районах нашей республики, Во всех практических школах Проходят соответствующие мероприятия. Вот, например, В Доме дружбы народов, Который практически стал, Ну, я бы сказал, Платформой такой Вообще национально-культурных объединений, Там идет уже Несколько дней Начались именно Дни славянской и русской культуры. Например, к нам Вот вчера Был очень шикарнейший концерт, Которым участвовали Русские ансамбли. И там принимала участие Екатерина Бурдаева, Которая приехала К нам из Москвы, По-моему, Из Москвы, Да? Человек, который играл, Этнограф, Который играл на гуслях, И который вот сегодня Там дает у нас Вот Мастер-класс. Завтра будет Гала-концерт. Послезавтра опять будет Мастер-класс По буквам русского языка. Потом будет По написанию. По написанию. Правильному написанию. Каллиграфическому. Потом будет еще один концерт Другого замечательного ансамбля, Где я тоже являюсь Председателем фан-клуба. И я Ирила в день. Почему я вот Мне очень нравится, Потому что Там танцуют Не только женщины, Но и Русские мужики. У нас доля один. Юра. Вот мы тоже говорим. А у них там Бывало У них бывало Даже восемь. Бывало. Притом это люди Как раз взрослые, Которые работают На других разных предприятиях. Потом Следующая неделя Начинается с того, Что у нас просто Практически дни Посвящены Стихам. И Я не знаю почему, Но очень много Казачьих будет Там мероприятий, Которые Посвящены Именно казачеству В их культуре. Да, тракта будет Да, да, да. Ну и А кроме этого Там будет Как раз Приставать опять К людям На улицах Насколько они знают Русский язык И литературу. Будут спрашивать А не прочитаете ли вы На строке Про Пушкина Или О Пушкине Или Что он написал. Хорошо. Дорогие друзья, Сейчас мы прервемся На небольшую рекламную паузу, После чего Вновь продолжим Наш разговор. Не переключайтесь, Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, Мы продолжаем Нашу программу И сегодня Накануне дня Славянской письменности И культуры У нас в гостях Хранители песенного наследия Народный хор Русской песни Раздоли И председатель Русской общины Республики Саха-Якутия Александр Григорьевич Подголов И мы говорим Сегодня о том Как сохраняются Традиции Русской культуры Как коллектив Работает над Пополнением Своего репертуара А также о том Как научить Любить Нашу молодежь Песенное Творчество народа Итак, напоминаем Что наша программа Выходит одновременно На телевизионном канале НВК Саха И на волнах Татим Сахарадио Мы работаем В прямом эфире Телефоны нашей студии 320066 321166 Мирослава Станиславовна У вас есть дополнение К мероприятиям О которых вы говорили Я хотела бы дополнить Что в Доме дружбы народов Имени Алексея Алексеевича Кулаковского Проходит декада целая С 22 числа она началась Вчера было открытие Замечательной выставки Там и куклы И утварь И костюмы Чего только не было Значит, все вот эти мероприятия Которые назвал Александр Григорьевич И 4 июня Будет концерт Отчетный концерт Ансамбля казачьей песни Вольница Мы там тоже принимаем участие И 6 числа В день рождения Александра Сергеевича Пушкина Будет заключительный Большой концерт На улице У нас есть площадка Которая называется Арт Атриум И вот будет там Большой-большой Грандиозный концерт Закрытие вот этой вот декады Мирослава Станиславовна Давайте теперь обратимся все-таки К творчеству вашего коллектива Поговорим о том Когда и где он был создан Вообще Как он начинался Коллектив наш был создан В 2004 году С небольшого ансамбля Назывались мы тогда Русское раздолье Потом как-то решили Подсократить немножко название Основателем нашего коллектива Была леди Андреевна Ельян Она тогда руководила Культурным центром МВД И вот создала Вот такой вот коллектив Сейчас она живет В городе В городе? В поселке Село Село Синск Да И там она руководит Замечательным коллективом Народным ансамблем Реченька Мы вот из небольшого Такого коллектива Люди подходили Подходили И мы вдруг стали Уже и хором То есть Нас было где-то 15-16 человек Мы стали хором И в 17-м году В 2017 Мы получили Завоевали Не знаю как там Звание народного Теперь мы народный хор Русской песни раздоли Мы ожидаем еще одну песню С удовольствием Нам очень нравится Деревенская тема И поэтому На деревне тихо Далеко-далеко За рекой широкой Ни в лесу, ни в поле А на краю земли В старой девушке В маленькой избушке Золотое детство Спряталось вдали В старой девушке В маленькой избушке Золотое детство Спряталось вдали На деревне тихо И не будет лихо Время по деревне Ходит не спеша Где-то песня льется Сердце остается И на части рвется Русская душа Где-то песня льется Сердце остается И на части рвется Русская душа Весит за окошко Звездочки горошка Разбросал по небу За ночь не собрать Первые свидания Первые страдания Милый на баяне Пробовал играть Первые свидания Первые страдания Милый на баяне Пробовал играть На деревне тихо И не будет лихо Время по деревне Ходит не спеша Где-то песня льется Сердце остается И на части рвется Русская душа Где-то песня льется Сердце остается И на части рвется Русская душа Годы пролетают Словно в дымке тают В детство я вернулась Где-то как багря Кудри побелели Дети повзрослели Но поет, как прежде Старенький баян Кудри побелели Дети повзрослели Но поет, как прежде Старенький баян На деревне тихо И не будет лихо Время по деревне Ходит не спеша Где-то песня льется Сердце остается И на части рвется Русская душа Где-то песня льется Сердце остается И на части рвется Русская душа Душа Действительно, после таких песен Сердце рвется буквально, да? Я знаю, что под вашим руководством Занимается очень много ярких Талантливых исполнителей И мне хотелось бы знать Вот на ваш взгляд Талант можно развить Или же вы отбираете Исключительно талантливых людей? Это же, да К нам приходили люди Ну, совершенно просто любящие И желающие петь А вот что получилось Вот у нас и получилось Такой замечательный коллектив И я очень рада Что у нас в коллективе Есть солисты Вот Надежда Сахно Ольга Паршина Елена Тирская Лариса Субуханкулова Очень уже такие Яркие уже, да? Уже солисты, артисты Да? Ну, не знаю Развить не раз... Развиваем Давайте предоставим Слово участникам Да, коллектива? Мне хотелось бы знать Вот, как вы пришли В раздолье Да, что дают вам Эти занятия Кто вы вообще По профессии, да? И вообще Что вы стремитесь донести До тех Кто слушает ваши песни? Пожалуйста Ну, я в далёком 2004 году Подружилась с песней Очень активно И вошла в состав нашего ансамбля И тогда это был ансамбль И вот уже много-много лет Почти 20 лет Мы все вместе Мы занимаемся Мы получаем огромное удовольствие Я получаю огромное удовольствие И это помогает мне действительно Не даром Говорят нам песню Строить и жить помогает И очень хорошо помогает И в семье Прежде всего в семье И, конечно же, на работе И работаю на якутском хлебокомбинате Начальником хлебного цеха Ну и постоянство Видимо, это мой конёк 20 лет В раздолье И 33 года На якутском хлебокомбинате Как здорово! Получается, что это действительно Огромная поддержка Вот моральная, духовная И, конечно, как научить Как перенести, передать Вот это вот чувство Это, конечно, только песнями Ну, теперь мне хотелось бы дать слово Единственному, наверное, мужчине Не единственному Единственному И самому любимому Пожалуйста Ну, я относительно недавно Появился в этом коллективе В 17-й год Вот как раз этот год в учении Да Звание народного Да Так совпало Это совершенно Ко мне не имеет отношения Потому что коллектив Это заслужил Мы вместе юбилеем можем справлять Я стал 17-го году Председателем Я в русской общине А ты сюда Ну, юбилей Это такое любви Юбилей еще не юбилей Ну, до 10 лет еще Долго время Да Ну, а единственное Ну, были мужчины, конечно Ну, зачем мне конкуренты? Так, а вообще Это очень здорово Вообще В этом коллективе Общаться И песня Русская Она такая мелодичная Такая красивая Хочется петь И Отдыхаешь душой и телом Когда приходишь на репетиции Концерт Это Своя история Очень нравится И Я очень доволен Что появился В этом коллективе Когда-то Вам очень хочется петь А нам очень хочется слушать Давайте послушаем Еще песню Давайте Давайте А гармонь Давайте, девочки Встаем А гармонь Игра Игра А гармонь Игра 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 И весело И звонко И гуляет И поет Милая сторонка А гармонь Игра 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 И весело И звонко И гуляет И поет Милая сторонка Гость И всю Неделю Разбевают Под гармонь И водят Хоровод От души Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»